В США каждый пятый американец скрывает, по крайней мере, один банковский счет или кредитную карту от своего партнера по семейной жизни. Каждый пятый. Каждый пятый. Вообще быть независимыми друг от друга – это хорошая тенденция в отношениях? Да, но эта независимость должна основываться не на финансовой независимости, или на какой-то военной независимости, или в чем-то. Она должна основываться на любви. Независимость должна основываться. Независимость основывается на любви. Когда я чувствую, что мой партнер меня любит, то я чувствую себя уверенным. Потому что у меня есть помощник, у меня есть человек, который заботится обо мне. И в этом проявляется, в общем-то, ощущение независимости. Независимость может быть отрицательной и положительной. Вы говорите об отрицательной независимости, а я говорю о положительной. Когда я чувствую, что меня любит мой партнер, и, может быть, кроме него еще и дети, еще несколько человек, то я чувствую в этом себя уверенным. А уверенность, она и создает ощущение независимости. Я чувствую себя одновременно зависимым в том, что я должен и к ним проявлять такие же свойства. И как бы поставлять им ощущение их уверенности и независимости. Можно вот такие две графы. В чем мы должны быть зависимы друг от друга и в чем мы должны быть независимы друг от друга. Мы должны достичь состояния такого в наших взаимоотношениях, когда мы не будем чувствовать никакой зависимости друг от друга, а будем выполнять все, что нам надо относить на друг друга, любовью. Это все. И не будет никаких понуждений, понуканий, обязанностей. Это все будет сходить, ну, как человек, когда любит другого человека. Он готов для него сделать то, что тот желает. А что такое любовь? Это некая химическая реакция в организме или это некая сущность, которая создается? Любовь — это отношение к другому человеку больше, чем к себе. Это значит, отнесись к нему лучше, чем к себе. Я просто уточню вопрос. Человек, он растет как индивидуальность. Он привыкает все делать в рамках своего поля. Для себя. Да. Как ему научиться действовать, не то что как для себя, а еще лучше для другого? Вот такая, раз, два, три, пять. Это невозможно. Это невозможно. Так что, что я предлагаю? Я предлагаю начать этим серьезно заниматься. Так что, чтобы это стало возможным, для этого необходимо найти соответствующую среду и методику исправления, самовоспитания и воспитания. Это то, чем занимается Каббала. Это является главным предметом ее существования, развития, ее возможности. Сделать человека таким, чтобы он мог любить других. Надо взрастить в человеке любовь. Любовь – это когда ты принимаешь его желания выше, чем свои. Любовь – это когда мне работу. Любовь. 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 Продолжение следует...